Радио Ярсале У нас тут уже люди с Ульяновска в гостях Кстати, тоже с импульсом Рассказывай Интересно, если послушать, кто эти были люди Ну, что ж, я 35 лет как жил И как живу И как живу в Ульяновске И вот решил попробовать Глобальный переезд И никуда бы то ни было А именно сразу на наш прекрасный русский север Даже в русскую Арктику А как это произошло? Глобус тыкал пальцем? Нет, глобус не тыкал На самом деле, это было приглашение через Общий чатик о культурных менеджерах А я занимаюсь развитием культурных инициатив И моя руководительница Которая меня пригласила сюда поработать Тоже занимается этим же И в этом чатике появилось предложение Поработать на севере От которого я буквально, не думая Дольше, чем 15 минут Не отказался Перед тем, как сюда приехать Ты вообще как-то изучал местность? Ну, в смысле, Google, YouTube Да, конечно Именно был такой подход Я погуглил все, что можно было погуглить Посмотрел массу документальных, профессиональных и непрофессиональных фильмов Кстати, натыкался на продакшн, который мне ЯТВ делали Смотрел программы и про оленеводов Как праздную деление оленевода Вообще, какие новости, чем живет село Посмотрел все группы в социальных сетях Типа подслушанно, типично Или там барахолка Поэтому знаю примерно Сколько стоят запчасти для бурана Да, сколько стоят запчасти для бурана Ноги оленя и чешский бисер Такие популярные истории Не знал, как они выглядят Но уже знал, сколько они стоят Что тебе в первую очередь здесь было интересно увидеть? На самом деле, больше всего было интересно Ощущить на себе, что такое минус 45 Ощущается, как минус 49 И как раз Ярцель меня таким и встретил Когда я прилетел, было минус 45 И пока я искал дом, в котором я буду жить Я молниеносно посадил свой телефон Прямо около подъезда Я достал телефон, чтобы посмотреть код от подъезда Он у меня мгновенно разрядился И мне пришлось идти в ближайший магазин Это был Ямальский И там я отогревался И ждал, пока заработает телефон На пауэрбанке, чтобы просто ворваться в этот дом У меня тоже была такая история Когда я пришла на площадь, хотела сделать фото С полностью заряженным телефоном достала Сделала фото И телефон умер сразу Полностью Самое обидное, когда он еще не успевает сохранить При этом фотографии Зачем все это было? Ну, он сохранил, хотя бы не зря Ну что же, понятно Расскажи немножко о той сфере, в которой ты трудился Ну, до этого То есть, что это? Что за культурное вообще? Как это? С чем это едят? Это такая культурная институция Которая называется Фонд Ульяновской культурной столицы Организация не про деньги Несмотря на то, что она называется фонд Она про ресурсы, про человеческие Про компетенции, про знания И занимаемся мы очень много чем В основном, конечно, развитие культуры региона И я, в частности, занимался руководством креативного пространства Это старейшее вообще такое решение Государственное, кстати, решение Создать Наконец-то уже Да, креативное пространство Впервые оно как раз пришло в голову Нашему ульяновскому губернатору Сергею Ивановичу Морозу Восемь лет назад, уже девять будет в этом году По личной инициативе Креативное пространство, это пространство? Это прям пространство Это 480 квадратных метров В старом историческом здании 1917 года Постройки, к которому прилегает еще 10 соток земли Где у нас есть сцена У нас есть там крытая, причем большая Мы там проводим множество концертов, фестивалей Йогой занимаемся на траве У нас лето немножко подлиннее, чем в Ярселе А сейчас ты обитаешь в коридоре Арктики, да? А сейчас я обитаю... Нет, я все-таки обитаю Это для тех, кто не знает, импульс расположен Пока еще импульс расположен в коридоре Арктики И немножко в замкнутом пространстве Я как раз-таки имею удовольствие сидеть в замкнутом пространстве Я не в коридоре Но в коридор приходится выходить к Василисе Василиса это наш чайник До меня почти никто не замечал, что чайник называется Василиса У меня Катерина чайник был до этого Вот, их надо познакомить Точно Ну, понятно примерно Но теперь только непонятно Как после таких пространств Которые аж измеряются 400 метрами Здесь сейчас У тебя вообще шок от того, насколько маленький вообще Ярселе И насколько у нас здесь все компактно вообще не возникало Да, шок на самом деле возникал от другого Насколько вы вот эту маленькую территорию активно используете Вспомните свою центральную площадь Здесь и ледовый каток И аллея славы И выставка военной техники И просто сквер с фонариками С лавочками То есть где посидеть погулять Летом очень красиво Вот в этом сквере И как ночью красиво Это с потрясающей иллюминацией У нас в городе так не подсвечена даже центральная площадь в Новый год Вот, здесь очень красиво вечером Отдельное удовольствие вообще погулять Ну это на самом деле делается для того, чтобы не унывали северяне Особенно долгой полярной зимой Оно у нас сейчас сходит на нет Слава богу, наконец-то уже То есть видно, что уже светает довольно рано и довольно долго А вот когда полярная ночь Вот эти вот фонарики, лампочки Это вся радость, собственно Ты ее не застал, тебе повезло С одной стороны Я думаю, что скоро будет полярный день Да, ты застанешь полярный день Это еще хуже Все говорят, что это еще хуже Но я не вижу никакой проблемы просто заклеить фольгой себе окна Нет, на самом деле есть маски для сна Можно одевать и спать Можно фольгой окна Ну кто как У кого какие эти На самом деле я полярную ночь люблю даже больше Потому что она Мне нравится, когда темно В принципе, с одной стороны Единственное, что если очень долго То это, конечно, вматывает Ну, понятно Что ты уже здесь успел увидеть Еще помимо центральной площади вообще Что успел увидеть С кем познакомиться Я не знаю, как это вот у тебя Первая неделя прошла В плане коннекта с территорией и людьми Я успел познакомиться Со всеми своими сотрудниками С которыми мне предстоит работать Уже немало? Уже немало Их там 12 человек Правда, несколько в отпуске Поэтому еще не со всеми Несколько еще работают В других поселках И успел сходить на игротеку Где мы, кстати, познакомились Где познакомились Действительно Такое прекрасное событие Все приходите на настолки Приходите на настолки Интересная вообще история Для меня была таким Культурным шоком И парадоксом в моей голове Что событие игротека Оно не только для того Чтобы просто поиграть А это еще и хорошее событие Чтобы сходить в ресторан Что оказывается В селе нельзя просто взять И сходить в ресторан Для этого нужен особый повод Да, это, во-первых, не дешевое удовольствие Так скажем И, ну, редко Это может быть раз в два в году Сходишь в ресторан просто так А здесь дали повод Кто, если до сих пор не понял О чем мы вообще разговариваем Объясняем Молодежный центр «Импульс» Уже два раза проводил мероприятие Не помню, как оно у них называется Но, в общем, это, по сути, Вечер настольных игр И приглашаются туда Мероприятие 18+, Приглашаются туда взрослые люди Они играют в разные настольные игры Их очень много То есть мы не повторяем Игры не повторяются Настольные игры — это не только мафия Да, кстати И не только монополия И не только мурачка И домино Да, их огромное количество Все они, в основном, всякие ролевые В общем, сложные, заумные и так далее Но интересные И вот мы ходим И вот там, собственно, да С Львом мы и познакомились Так что в следующий раз, когда игры будут проводиться Обратите внимание Обязательно сходите Да Так, игры хорошо А вообще, как ты считаешь? Какого досуга еще нам тут не хватает? Нам, на самом деле, вообще всего не хватает Вдруг ты особенно Я думаю, что надо что-то такое Более коммуникационное Собираться друг с другом Больше общаться Больше знакомиться Ведь люди, каждый человек Относитель каких-то уникальных знаний И компетенций И ресурсов в том числе Когда, вот знаешь, конструируешь какой-то проект И ты понимаешь Ой, мне денег не хватает Начни задавать себе вопрос А зачем тебе деньги? А тебе деньги, скорее всего, надо Для решения какой-то задачи А это решение задачи Ты можешь, скорее всего, найти у своего знакомого Просто ты не знал о том, что она у него есть Это решение Надо больше коммуницировать Мне еще кажется, здесь есть демографическая тема Ну, вот на самом деле Вот смех смехом Но, мне кажется, со мной многие телезрители согласятся Где встречаться молодым людям? Где им знакомиться вообще? Где, ну, ладно, дискотеки Но их сейчас вот из-за пандемии нет Так, соответственно, как бы и нет Семей будет меньше, я чувствую И в следующем году, и детей Но, на самом деле, смех смехом Людям негде встречаться У нас нет кино пока, да У нас нет каких-то таких развлекательных моментов Где люди могли бы познакомиться И поэтому вот любые мероприятия На коннекцию между людьми Мне кажется, здесь просто необходимо Ну, вот я думаю, что сейчас как раз стоит Стоит оточиться на проектировании подобного рода мероприятия Это будет максимально полезно и эффективно для жителей села Кстати, даже вечер настольных игр Я что первый раз познакомилась с новыми людьми Что второй раз познакомилась с новыми людьми То есть это реально хорошая возможность знакомства Конечно Хотя, казалось бы, скучно играть, сидишь, играешь Ну, нет, как выясняется Хорошо, расскажи о тех мероприятиях, которые ты в Ульяновске Может быть, проводил или участвовал Тот формат, который тебя вот особенно вдохновляет Тебе очень нравится, как бы, в нем говорится Ну, вообще, я люблю что-то большое делать Либо масштабное Что может заявить о регионе на масштаб То есть не только делать местечковые события Чтобы местные могли во что-то попробовать Что немаловажно Но я люблю делать что-то, что может дать возможность Ульяновским заявить о себе на, скажем, масштаб России или даже мира Чем славится Ульяновск в масштабах России? Ну, я думаю, что самое банальное, что приходит на ум, это Ленин, конечно Как бренд Вот наш земляк добрался до вас раньше меня Я уже об этом в сторис в Инстаграм запилил И УАЗ, конечно У нас же есть Ульяновский автозавод И УАЗы тоже на этих улицах катаются Так что много нашего, даже в вашем селе Конечно, Волга, у нас самая широкая Волга Река Ну, она с губой, конечно, не сравнима по ширине Но тоже неплохо 37 километров в самом широком месте Это немало Это выборское водохранилище И самолеты вполне себе Понятно, а мероприятия какие-нибудь Вот у нас есть Мальская строганина, например Это то, с чем ассоциируется Ульяновск обычно В плане каких-то фестов, каких-то там, не знаю, таких больших событий, которые прославили Ульяновск Прославили Ульяновск большие события, да легко Которые ассоциируются сразу с Ульяновском Легко и сложно Потому что она все-таки в профессиональном кругу известна Мы 10 лет подряд делали международный культурный форум Например, который старше петербургского культурного форума На минуточку На минуточку кто-нибудь съездите, расскажите потом Да, в профессиональных кругах он был в прошлом году последний Нет, развернитесь Он был юбилейный десятый, закрывающий этот цикл Теперь он немножко в иной форме будет Но про другое Про развитие креативных индустрий, что сейчас немаловажно Слово креативность уже за наш эфир сегодня прозвучало несколько раз По-моему, два раза Я пытаюсь избавляться от этого слова Вообще, креатив, на твой взгляд, как оно расшифровывается для тебя? Креатив — это то, скорее всего, что из человеческого мозга Это то, что человек производит собственной головой Неважно, куда он прикладывает свои руки Ну, то есть, написание стихов — это креатив? Конечно, безусловно Рисование Хореография, танцы, рисование То есть, искусство Креатив — это искусство? Не всегда Потому что всегда бывает еще и ремесленничество И что-то более прикладное, как архитектура Хотя архитектура — это 100% искусство Танцы, мода, дизайн Видеофото Мне кажется, в последнее время, что креатив уже теперь применим ко многим сферам На самом деле, профессиональным То есть, слово это звучит все чаще Сейчас все меньше становится чистых сфер Сейчас всегда сферы перемешиваются Они смежные, они коллаборируются Прости, господи, слово, которое тоже нельзя использовать Наравне с креативом Коллаборация Да, да, да Как мы раньше жили без этих слов Да, я думаю, что кооперация, знакомое слово Советского Союза Значит, примерно то же самое То есть, когда кооперируешься и делаешь что-то меж дисциплин Появляется то самое креативное, интересное и продуктивное и прогрессивное Раз уж мы начали говорить про большие события Вот я уже упомянула Ямальскую Старганину Это мероприятие, которое у нас люди хорошо знают На нем присутствовали так или иначе Еще у нас готовится еще одно мероприятие О котором мы можем наконец-то тоже поговорить Хотя бы вкратце, хотя бы закинуть, так скажем, удочку Это... Вы решили, как назвать его? Ямалкайт Это называется Ямалкайт Ямалкайт Да, это... Теперь расскажу, что это Короче, для меня эта штука тоже непробованная Хотя у нас в Ульяновске катались и катаются на кайте Кайт это воздушный змей Короче, это здоровенное крыло, которое может в 15 метров длиной достигать Которое тянет за собой лыжника Можно улететь, но невысоко И можно уехать и очень далеко Я пробовала, уехала очень далеко на животе, да Да, я пока еще не пробовал, но эта штука интересная Внизу у тебя лыжи или сноуборд В зависимости от того, что тебе удобно И наверху крыло И с этой штукой делают какие-то страшные акробатические штуки На которые страшно смотреть Либо же просто соревнуются на скорость, на прохождение трасс И вот буквально в начале апреля пройдет... В рамках празднования Дня Оленевода В рамках празднования Дня Оленевода пройдет и показательная история И соревновательная история То есть, по сути, это фестиваль, в рамках которого будут и соревнования, и мастер-классы Да, да В общем, всякие разные активности В конце концов, можно просто полюбоваться всей этой красотой Более того, еще что самое важное Эти штуки еще и останутся в селе И можно практически в любой момент попробовать себя в этом виде спорта И кто знает, может быть, оленеводы, тундровики будут пасти своих оленей В свободное время кататься Да даже в рабочее время кататься на кайте, и это будет быстрым способом обращаться со своим огромным стадом Бензин не ест как буран Именно, тебе нужен только ветер Да-да-да, а ветер этого у нас, как говорится, всегда предостаточно Поэтому Ямал очень благоприятная почта для кайта, потому что нет проводов, нет длинных линий электропередач Там еще и нет деревьев, если при Уральском районе они есть, там еще и горы Нет деревьев, тут можно кататься просто часами И главное, чтобы потом у тебя был GPS-трекер, чтобы МЧС знал, куда тебя искать Да, можно очень далеко уехать Тут надо тоже как бы уметь и соблюдать Ну, в любом случае, попробовать посмотреть можно всегда Напоминаем, что как раз в молодежном центре «Импульс» работает Олег Вануйта Это, пожалуй, наш единственный такой уже полупрофессионал, так скажем В этом виде спорта к нему можно всегда обратиться и потестировать себя Вообще, может, ты не можешь освоить этот вид спорта Неплохо, если вы владеете лыжами, это вам тоже пригодится, на самом деле Ну, хотя бы на начальных этапах, так скажем Ну, как минимум, с этой штукой можно будет подпрыгнуть А потом покататься на пузе Кстати, да, для начала тебе дадут просто подержать этот парус, то есть без лыж Поэтому нормально Вот я жду того момента, когда я могу его подержать, потому что очень интересно Да, ну, хорошее дело Ну, в общем, почему вообще про него начали разговаривать? Во-первых, это мероприятие готовится Это будет правильно, если я скажу, федерального плана? Конечно Потому что приедут люди со всей страны, соответственно, мероприятие будет федеральным И это, возможно, впоследствии станет регулярным Безусловно Такой фестиваль будет проходить ежегодно Это, на самом деле, здорово, потому что это привлечет внимание к нашему Дню Ленивода, опять же Потому что, если будет всегда проходить в рамках именно его То есть можно приехать покататься, посмотреть на оленей В общем, все совместить приятно с полезным Это может быть отличным триггером для развития территории Потому что люди могут приезжать покататься с абсолютно разных уголков России Это надо где-то селиться Это надо где-то кушать А это все привлекает деньги в регион Срочно строим гостиницы В гостинице же есть там Ну, много людей приедет, она не вместит Но много приехать, это, мне кажется, дорогое удовольствие И вот, кстати, это отличный повод местным попробовать дорогое для многих удовольствия Это штука самая недешевая, пусть надо куда-то ехать А у тебя все это есть в регионе Да, я читала, что полный комплект Ну, такой вот просто лайтовая версия, так скажем Снарядиться и все вот это взять в руки Ну, сотни точно Сотни это просто комплект полетать Еще надо в чем-то летать Еще нужны лыжи Да, без одежды, да То есть недешевое удовольствие Ну, не знаю, у нас есть хоккеисты, которые на себе испытали вообще Что значит дорогое хобби Потому что у хоккеистов на самом деле экипировка стоит ничего не дешевле Поэтому я думаю, что, не знаю, ямальцы к этому, я думаю, будут готовы Но самое главное, что это можно бесплатно попробовать На вашем как раз оборудовании Да И это очень хорошо Надо зайти в социальную сеть ВКонтакте Попробовать там поискать Ямалкайт Пишется в одно слово Ямалкайт 2021 Там действительно можно в ВКонтакте прямо сейчас найти Олега Вануйта И ему позвонить или написать личные сообщения Записаться на открытые тренировки Либо просто на тест-драйв У тебя сейчас, кстати, хорошая возможность пригласить Может быть, вам нужны во время проведения такого масштабного мероприятия Какие-то волонтеры, какие-то люди, которые могли бы оказать содействие Волонтеры нужны всегда Это отличное замечание Поэтому, друзья, всех с удовольствием приглашаю присоединиться к созданию И проектированию такого замечательного, огромного И, хотя бы сказать, международного, но пока не международного Но всероссийского этапа Ну все впереди Соревнований по кайту Приходите к нам в импульс И вы точно будете полезными На этой замечательной ноте предлагаю прерваться на рекламу После чего мы вернемся в нашу студию и продолжим Так не приключайтесь, через минуту мы вернемся Продавцы и кассиры При обнаружении поддельного денежного знака Не возвращайте его покупателю Под предлогом размены денежных средств Или неисправности кассового оборудования Затяните время нахождения гражданина, предъявившего подделку Вызовите сотрудников полиции И дождитесь их прибытия Граждане, помните, что Сбывая полученную ранее поддельную денежную купюру Вы становитесь соучастником преступления И будете привлечены к уголовной ответственности Ну что ж, мы вновь в нашей студии Напоминаю, сегодня у нас в гостях Лев Филиппов Это новый специалист молодежного центра «Импульс» Мы поговорили о большом масштабном мероприятии Фестивале «Ямалкайт» Если вы о нем не знаете, найдите группу ВКонтакте Которая называется как раз «Ямалкайт 2021» И там вы можете узнать всю информацию Это большое федеральное мероприятие Которое, возможно, станет традиционным А сейчас продолжим Расскажи еще немножко о своих хобби Я, насколько знаю, мы с тобой общались Я видела так примерно у тебя на странице Что ты еще занимаешься подкастами Ну, что-то... Я бы не называл это подкасты Я бы называл это чистокровными пиратскими эфирами Я ставлю музыку, на которую у меня нет никаких прав Общаюсь со своими друзьями в прямом эфире И... Ну, это такое новое совсем хобби Которое я попытаюсь реализовать здесь Если я найду такую точку, где будет хороший интернет Вообще с интернетом в селе немножко туговато Да, и если у меня будет получаться То я и отсюда буду свои пиратские эфиры проводить Пиратство, почему бы и нет Это такая... Ну, хорошая, да Российская черта характера пиратства На самом деле для меня подкастеры, блогеры Это примерно все из одной оперы Ну, то есть в любом случае это люди, которые Рассказывают о том, о чем хотят вообще рассказывать И это же часть креативных индустрий Считаем еще раз использование слова креативных Я недавно прочитала новость о том, что будет внедряться То ли через центры занятости Обучение блогерству людей пенсионного возраста Все больше и чаще Скоро наши бабушки будут нам рассказывать Не знаю, обзор фильмов Совершенно верно Все больше и чаще такие штуки делаются Вот, например, недавно я услышал, что Коллеги мои из Ижевска Центр современной драматургии Режиссуры сделали целый Отдельный павильончик внутри себя Посвященный тиктокерству И они там оборудовали зал Сделали школу тиктока Я тикток-девственник Я тоже Я горжусь этим фактом, что я до сих пор тикток-девственник У меня его нет на телефоне Я представляю, что это такое Но я не хочу пока Самое интересное, что у меня даже мама в тиктоке сидит А я вот как бы нет Меня миновала эта участь пока Я пока не ломлюсь туда Я человек старой формации У меня есть фейсбук, инстаграм и вконтакте Тоже самое Твиттер мимо меня почему-то прошел Хочу, что у тебя нет одноклассников У меня, конечно, были одноклассники Но я просто старый человек Но я им не пользуюсь Они непонятны Есть какие-то хобби такие, которые вот Которые можно потрогать руками Да, что ты делаешь? Ну, у меня все мои хобби, которые можно потрогать руками Можно посмотреть в социальных сетях Потому что я занимаюсь фотографией Еще немножечко Еще один фотограф Да В нашей маленьком Теперь нас двое Да Не, один уезжает Теперь ты один Добро пожаловать Там проще свадьбы, друзья Похороны, юбилей Замечательно Ценник начинается от пяти тысяч в час Ну да Я не знаю, я просто ткнул пальцем в небо Поэтому Ну, мне кажется, дороже Ну ладно Не будем мы в этом От пяти тысяч за полчаса Давайте не один как Давайте об искусстве все-таки в конце концов Это вообще шутка была Я коммерцию снимаю крайне редко Мне совершенно неинтересно снимать коммерцию Ну, не знаю Вот я иногда смотрю Какие-то клипы Ну, музыкальные Да, я понимаю, что это сделано за деньги Это вообще история про деньги Абсолютная И она и сделана для рекламы, грубо говоря Да, того же исполнителя Но иногда это такие произведения Люди безумно кайфуют Little Big это просто клип Little Big это для меня прям вообще откровение Мне кажется, они реверлицу произвели Именно в клипмейкерстве нашем Да Я понимаю, что у вас сейчас вот это Ямалкайт, ну, пожалуй, занимает Все ваше время и мысли Но вообще все-таки Вот что бы ты хотел внедрить Какие-то, может быть, мероприятия Что вообще нас, ямальцев, ждет? Ну, как минимум Мы сейчас занимаемся Из крупных, да Из того, что все-таки надо говорить Про глобализм, про крупные Из того, что крупные мы занимаемся Сейчас все мысли про Ямалкайт Ну, это да С одной стороны С другой стороны Мы придумываем форум, не форум Да, да, да Где абсолютно точно Мы возьмем все самое полезное Что бывает на форумах Но это не будет скучным, занудным форумом Это будет прокачка региональных лидеров, безусловно Это будет про коммуникацию Как раз то, про что не хватает Но это лекции опять, вот как у нас Это скорее будут воркшопы Это когда ты не просто слушаешь лекцию Это ты сразу пробуешь это делать То есть прикладываешь То есть максимально прикладная такая история Поэтому форум не форум Но он, по-моему, в августе, правильно? Нет, он начнется тоже в апреле Он будет длиной 3-4 месяца Поточечно По прокачке каждых направлений Онлайн? Онлайн с офлайном Потому что сейчас все-таки непонятно Когда снимаются полностью ковидные ограничения Пока ограничения продлили, насколько слышал до конца марта Чтобы дальше никто не знает Поэтому онлайн, товарищи, продолжаются Никуда не денешься пока Породить еще и курс на видео Это всегда полезно Потому что его можно тиражировать Ты можешь взять этот материал Поехать с ним в соседнее селение Ну, кстати, да И там применять Вообще, очень бы хотелось, чтобы мы занимались Комплексным таким подходом к развитию территории И показывали, как, например, Ярселе Можно сделать свою жизнь интереснее, комфортнее, лучше Причем вместе с людьми, которые здесь живут Самое главное, то, что сейчас я пытаюсь привнести вообще в деятельность организации Это то, что все, что мы сейчас проектируем Все, что мы сейчас будем делать Оно будет делаться вместе с населением С такими же парнями, ребятами Которые живут здесь же Когда не просто приедет какой-то спикер из Москвы Расскажет, как надо жить Мы его послушаем и разойдемся И он уедет Да, на самом деле мы просто будем делать Делать прямо здесь и сейчас То, что сделает нашу жизнь классной и не стыдной И будем приглашать коллег из других регионов В том числе в соседних поселений Для того, чтобы они на нашем примере учились сделать свою жизнь лучше Ну это здорово, на самом деле Потому что замечала по себе Приходишь на форум, да, слушаешь какого-то спикера Он тебе понравился, он тебе зарядил энергией Ты неделю живешь по-другому Дели проходят и все по-старому Есть такой, на самом деле, есть такой вот эффект То, что уехал и забывается в конце концов Менять территорию можно только с собственными соседями А не со спикером из Москвы Да мне кажется, у нас креативных людей Вот это слово креативное опять повторило Мне кажется, их очень много в Ямальском районе Надо просто их привлечь чем-то как-то Вот, кстати, в завершении Скорее не привлечь, а увлечь Увлечь, да Потому что привлекают иногда за что-то нехорошее А увлечь можно во что-то очень классное Кстати, мастер-класс по русскому языку просто Ну вот как раз завершение программы Вот есть возможность обратиться вообще к креативным людям Которые у нас есть Надо в камеру смотреть Можно в камеру, можно не смотреть на камеру Но факт в том, что можно обозначить Вот как понять, во-первых А, что в тебе это есть вообще Именно создание, да Что-то придумывание чего-то Вот как понять, что это есть И куда это нести Ну, в смысле, куда с этим идти Что с этим делать Ну, если мы говорим про коренных жителей Здесь, ну, очень легко понять, что в тебе это есть Потому что каждый мальчик, который впитал в себя вот эту кровь этой тундры Знает, как построить себе нарты А каждая девочка может построить дом, сделать одежду, может сделать обувь И кто-нибудь мне скажет, что эти люди не креативные Ребята, они все умеют Вот, поэтому... А что про всех остальных? А про всех остальных Кто-то умеет читать стихи Кто-то умеет петь песни, играть на гитарах Кто-то просто стесняется заявить о себе Надо просто не стесняться Каждый человек Это, как я уже в самом начале сказал И хорошо, что я этим снова У меня получилось подытожить Каждый человек относитель каких-то уникальных ресурсов, умений И он каждый может оказаться полезным Но невозможно эти ресурсы найти, не заявив про себя Поэтому, когда я всегда, если какие-то тренинги провожу Всегда говорю, что идея ничего не стоит Стоит проект реализованный Поэтому, если вы придумали идею Ей надо как можно быстрее немедленно поделиться со всеми людьми вокруг Конечно, если ты хочешь, чтобы она была реализована Если ты придумал идею и на этом твой процесс закончен То можешь положить ее в шкаф Потому что ты уже удовлетворен своим процессом А если ты хочешь, чтобы она была действительно реализована Идея, надо сказать, как можно больше количества людей Потому что у всех есть ресурс для того, чтобы это все осуществилось И появилось уже в реальной жизни Резюмируем, значит Креативных людей, точнее, не креативных людей Не существует на планете, собственно Все креативные, абсолютно каждый в чем-то И, соответственно, если у вас что-то есть Есть желание чем-то поделиться Своими мыслями, идеями, проектами и так далее Молодежный центр «Инпульс» всегда готов вас встретить Приветить, так сказать Подружиться с вами Ну и, может быть, действительно жизнь станет интереснее, когда будут все люди Как-то максимально вкладываться в ее В сам процесс Да Когда ты можешь прийти просто волонтером А через месяц ты будешь вместе с нами проектировать форум Форум, не форум Как вариант Как вариант Ну что ж, большое спасибо, Лев, что ты нашел время Пришел в нашу студию Наконец-то Спасибо, что пригласили У вас очень уютно Вот, это все говорят Да Удачи тебе вообще в твоих начинаниях Действительно хочется, чтобы Ну, тебя вдохновляло вообще и само место И сами люди, с которыми ты работаешь Я думаю, так и будет И чтобы все мероприятия ваши, которые вы задумали Прошли четко Я прививаю еще одну из штук, которые Пытаюсь, точнее сказать, привить одну из штук Мы перестали делать мероприятия, мы делаем события Потому что хватит уже принимать меры Надо получать удовольствие Это да, это все-таки не только работает Не только про работу Конечно Поэтому мы больше не делаем мероприятия Мы делаем теперь события, на которые мы теперь сами ходим И всех приглашаем Замечательно Ну что ж, друзья, на этом все Предлагаю включить наш телеканал в следующий вторник И мы вновь пригласим интересного гостя Оставайтесь с нами Радио Ярсале